Привет. Порой кажется, что люди проводят немыслимое количество времени в пути. Неудивительно, что очень часто они становятся участниками или свидетелями самых разных ситуаций. В этом выпуске вы увидите забавные, невообразимые и впечатляющие моменты на дорогах, которые попали в объективы камер. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк под этим видео. Похоже, кому-то сказали, что премии не видать, если план не будет выполнен. Видимо, водитель автомобиля очень спешит, если решился на такой рискованный шаг. Выйти сухим из воды в такой ситуации не получится. Кому-то из них точно придется заплатить с такую парковку. Кому-то из соседей очень надоели громкие звуки, которые сдает скутер, когда его владелец отправляется на работу по утрам. Интересно, как такое вообще могло произойти. Хотя еще интереснее, как теперь владелец автомобиля выйдет из такого положения. К сожалению, навигатор, предлагая маршрут, не учитывает габариты транспорта. С каждой минуты его движения материальный ущерб городу продолжает увеличиваться. Этот автобус живет по принципу «Есть задача, не вижу препятствий». Он даже готов на время приуплотиться в субмарину для этого. Судя по кастомизации этой машины, ее владелец увлекается уфологией. Очень удобный столик до тех пор, пока не повстречается первая неровность на дороге. За один день работы курьеры проезжают десятки километров для того, чтобы доставить клиентам их заказы. Вам тоже кажется, что у него нет и малейшего понятия о том, как правильно нужно это делать? Любопытно. Какова причина установки таких выхлопных труб? Неужели он думает, что так нанесет меньше вред окружающей среде? Или все это лишь ради эффектного внешнего вида? Валитель хотел доехать до ближайшей автомастерской, но, видимо, оказалось слишком поздно. Хозяин дома решил, что пора найти новое место для жизни. Правда, далеко он так точно не уедет. Продолжение следует... Говорят, никогда нельзя отчаиваться, однако в этом случае надежда на восстановление машины погасла, как и вся электричка. Фанаты трансформеров на минуту могли почувствовать надежду, что наконец встретили любимого персонажа. Сегодня явно не та погода и состояние дороги, когда можно было бы себе позволить совершить ошибку. Как вы думаете, с какой попытки у него получится заехать в гараж? Разве призраки могут ездить за рулем? Или это очередной эксперимент компании Тесла? Даже не верится, что у него таки получилось вырваться на свободу. Компания грузоперевозов, в которой он работает, берет на себя слишком много. Такой пешеход вполне может создать настоящий коллапс в городе. Скорее всего, у него еще был тот день, но о том, что делать с его последствиями, он подумает уже завтра. Неприятно не только попасть в такую ситуацию, но и сообщить о ней своему начальству. Он намудрился не только повредить грузовик, но и оставить напоминание о себе на заправке. Субтитры сделал DimaTorzok Будем надеяться, что водитель машины хотя бы поблагодарил оператора трактора за то, что тот освободил его из снежной западни. Вот и пришел тот самый человек, который всегда портит все веселье. Видимо, дворники выполняют очень важную роль в продолжении движения этой машины. Быть может, он очень переживает и поэтому начал готовиться к повороту заблаговременно. Любопытно, когда водитель грузовика заметит пропажу? Хорошо, что трубы выпали на малой скорости и никто не пострадал. На его водительских правах должно быть указано, что он водит лучше, чем самый опытный и умелый водитель. Умело используя современные технологии, работу можно выполнять в разы быстрее. Продолжение следует... Неужели нельзя было выбрать что-нибудь менее безвкусное, чтобы продемонстрировать свое богатство? Эта пожилая женщина забыла о том, что правила существуют для всех, и даже она не может здесь распоряжаться. Все свое ношу с собой, и не важно, что это может повлиять на безопасность. Далеко не каждый водитель в состоянии успешно перевезти такой груз. Очень милый жест солидарности, особенно когда на улице такая... Один из очень впечатляющих вариантов увлечения любителей острых ощущений. Как вы думаете, это удача или точный расчет водителей-эвакуатора? Для многих людей вождение машины зимой – непростая задача. Что уж говорить о том, чтобы так парковаться? Пассажиры, судя по всему, чувствуют себя прекрасно, в отличие от водителя. Это масштабное дорожно-транспортное происшествие заставит владельцев машин отложить все свои планы. Придется потратить много времени, чтобы выбраться отсюда. Похоже, владелец этого автомобиля хотел приобрести ретро-машину, но вместо этого смог позволить себе лишь ту, которая, кажется, работает на угле. Быть может, водитель боится других машин и предпочитает соблюдать дистанцию везде и всегда? Выбрав эвакуатор, вместо буксировки рассчитываешь на качественные услуги. К сожалению, в этом случае цену и качество нельзя отождествить. Пусть это немного безумная идея, но, возможно, его решительность и смелость и помогут ему выбраться из снежной ловушки. Обычно гусеничный транспорт ассоциируется с неповоротливостью и неторопливостью, однако очевидно есть исключения. Да уж, на работе причина их опоздания будет звучать не очень правдоподобно. Пусть это и наклейка, но машине она явно к лицу. Заснеженная дорога, свободное время и вдохновение подтолкнули водителя к созданию оригинального рисунка. Вот что значит командная работа на благо общества. Эта вахлопная труба — страшный кошмар ЭКО. Учитывая, что это Ламборгини, в соответствии с эмблемой, внутри машины должен сидеть бык. Воздуха 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 Полицейские должны уметь мастерски водить, учитывая экстремальные условия, в которых они периодически попадают. Субтитры сделал DimaTorzok